В этот момент мне начали писать очень странные сообщения. Вот это у меня сейчас, конечно, шок. Я залетела. Типа, это что? Две полоски, тестная беременность. Господи, какой кошмар. И как мне на это реагировать сейчас? Ну, у меня внутри тревожность поднялась, ребят. Поставим в неловкое положение немножечко. Видимо, кто-то слил мой телеграм или мой номер телефона. Такое ощущение, что меня сейчас подслушивают. Не знаю, кто скрывается за этим аккаунтом, да, но вы можете обратить внимание, что фотографию мне отправили. Переведи мне 10 тысяч на карточку. Ребят, мне прислали фотографию, которую я точно здесь не покажу. Это просто фотка, которая вызывает у меня кринж и одновременно стыд. Всем огромный привет, ребята. Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме переписок. Я знаю, что давно не было таких рубрик у меня на канале. И вообще, эта переписка супер-мега-внеплановая, потому что, как вы видите, прямо сейчас я нахожусь не дома и даже не дома у родителей, а на даче. Мы приехали сюда с семьей на выходные отдохнуть, и в этот момент мне начали писать очень странные сообщения в мой телеграмм с фейкового аккаунта моей сестры. А чтобы вы понимали, моя сестра сейчас находится на ночевке у своей подруги, и как бы мне пишут очень странные сообщения. Я поняла, что это, блин, офигенный знак для того, чтобы снять для вас переписку и прямо сейчас продолжить общение с этим фейковым аккаунтом. Я сейчас веду вас в курс дела, на чем мы остановились в переписке, чем меня, собственно, этот аккаунт зацепил, и почему я решила снять это видео. Вы тоже поймете, потому что аккаунт там интересного характера, и сообщение тоже интересного характера. Как бы я-то с Полиной на связи, я прекрасно понимаю, что Полина, ну, не могла бы мне написать эти сообщения, тем более создать ради прикола второй аккаунт она тоже не могла. Я думаю, что это будет интересный такой формат, видимо, кто-то слил мой телеграмм или мой номер телефона, но бывает такое, так как я очень часто принимаю клиентов в свой личный телеграмм, и записываю им там свои расклады, да, кстати, пользуясь случаем по поводу личного расклада, вы можете написать мне в мой инстаграм, а также, чтобы подписаться на мой инстаграм вообще в целом, вам нужно найти меня по нику или перейти по ссылочке ниже. Также все ссылочки на мои социальные сети я тоже оставляю ниже. Вот, и поэтому бывает иногда, что моя аудитория мне пишет в мой личный телеграмм, и я думаю, что кто-то решил меня таким образом пранкануть. Вы скучали по этой рубрике, я тоже по переписочкам всяким соскучилась, поэтому не буду тянуть, не буду делать долгое вступление, долгое приветствие, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики первыми и смотреть премьеры, а также в этом видео я спрятала для вас пять эмодзи. Это уже не слово, а конкретно пять эмодзи, которые вы должны отправить мне в директ в инстаграме, и вы можете получить бесплатные расклады от меня. Я лайкаю ваши фотографии, отправляю сигны, видеоприветики и многое-многое другое. Также разыгрываю кэш, и многим отправляю денежки по тысяче, по пять тысяч рублей и так далее. Поэтому мне нужна ваша активность, подписывайтесь на мои другие социальные сети, а я не буду тянуть, это видео-переписка походу с фейком сестры, сейчас мы во всем с вами разберемся. Желаю вам приятного просмотра, будет интересно, мы можем начинать. Погнали! Итак, диалог у нас начался очень интересно, мне написали 12 октября в мой личный, повторюсь еще раз, да, телеграмм. Привет, мама просила передать тебе, что ужин на столе. Это мой второй телеграм-аккаунт, кстати. Я в этот момент сижу с мамой, думаю, чего, как бы смотрю на маму, говорю, мам, ты что-то просила Полине передать? А я реально сначала поверила. Мама говорит, нет, ну, как бы какой ужин на столе, мы только что поели, как бы, да. Я смотрю на эти сообщения, думаю, так, история интересного характера у нас начинается, прекрасно. Я отвечаю, что я с мамой сижу. И мне тут пишут буквально через две минуты, ну, она давно просила, она приготовила наши любимые макароны с сыром, отправь мне фотку свою сейчас, написала я ей. Не знаю, кто скрывается за этим аккаунтом, да, но вы можете обратить внимание, что фотографию мне отправили. Фотография со скриншотом просто Полининой инсты, это ее фотография, которую она выкладывала вообще плюс-минус год назад, как бы. Фотография явно не онлайн, фотография сделана с ее социальной сети и подписана ниже. Это я гуляла сегодня с подругой. Ну, то есть меня конкретно приняли за дуру, да, как бы, а если я бы сидела в этот момент с Полиной? Я, естественно, написала Полине в этот момент и позвонила тоже. Она мне сказала, что я с подругой. Карин, успокойся, я этой херней не занимаюсь. Причем ответила, жалко, конечно, что я это все не сняла. Ответила Полина мне максимально спокойным тоном, да, как бы. И я думаю, что это не она меня пранкует, сто процентов. Но мы ей сегодня еще напишем в конце ролика на всякий случай, да, как бы, чтобы удостовериться, что все супер-пупер и что Полина точно у нас к этому не причастна. Аккаунт у нас Полина Аракелян. Заходим. Аватарки, кстати, на удивление те, которые Полина очень редко где, ну, использовала именно фотографии вот эти. Она либо в свой телеграм-канал выкладывала, либо в сторис в инстаграме. В общем-то, я не обращала внимания, да, чтобы вот эта фотка, которая первая, была где-то у нее в постах. Ну, или я просто не обратила на это внимание. Окей, первая фотка вот такая. У нас тут телеграм-премиум, да, с пиццей. Понятно, интересно. Фотография Полинина еще одна, да. Третья фотография. Вот такая четвертая. И пятая фотка вот такой вот у нас маленький ребеночек. Вообще очень старая Полинина фотка. И видно, что сделан скриншот откуда-то, да. Можете обратить внимание, справа полосочка. Это у нас скриншот вообще откуда-то тоже опять из какой-то социальной сети. Ну, короче, понятное дело. У нас фейк, да. Как бы сейчас будем разбираться. И что вы думаете, да, после того, как она мне отправила фотографию, типа это я гуляла сегодня с подругой, я сразу поняла, что это фейк и задумалась над тем, чтобы снять ролик. Но сегодня мне пишут уже в 10 утра, чтобы вы понимали. Ну, сестренка, почему ты меня игноришь потом через 3 часа? Ответь, сестра. И вот такие вот смайлики. Как бы фейк у нас на связи, да. Поэтому я думаю, что мы можем начинать с вами переписываться с этим чудесным аккаунтом и наблюдать за тем, как будут развиваться события, так скажем. Да, напишем привет. Ладно, я верю, что это ты напишу. Как твой настрой? Отправлю какой-нибудь стикер рандомненький, да. Вот такую вот загрузочку скинем. Вот, и посмотрим вообще сразу ли нам ответят, быстро ли ответят. Да, сообщения, естественно, у нас прочитаны. Я не ошиблась, очень рада. Ну и правильно. Так, чтобы нам интересного-то написать этой Полине Аракелян, да. Чем занимаешься? Проверим. А вдруг я вообще сейчас якобы с Полиной нахожусь, да. Откуда этот фейк вообще знает? Я сижу дома, смотрю сериал, пишет мне этот чудесный аккаунт. Блин, прекрасно. Я очень рада, что ты смотришь сериал, правда. Полина сейчас не дома находится, да. То есть, напомню вам. А ты что делаешь? У нас с ошибкой написано, да. Как бы Полина у нас отличница. Учится прекрасно. Поэтому, ну, я не могу сказать, что Полина могла бы написать там, например, о. Смотрите, ребят, все исправлено, шикарно. Беру свои слова обратно. А ты что делаешь? С мягким знаком и вопросиком. Такое ощущение, что меня сейчас подслушивают. Окей. Так я же дома напишу. Я же у вас дома. Где ты дома смотришь сериал? Поставим в неловкое положение немножечко. Так я у бабушки. Так бабушка же у нас сейчас не в Москве. Это стоит писать, ребят? Как вы думаете? Ладно, не буду уже, как бы, тут у нас понятно, да, что это точно. Фейк. Что за сериал? Эйфория пишет. Эйфория? Полина эйфория. Чтобы вы понимали, Полина эйфорию смотрела больше года назад. Как бы, да, и уже в курсах про этот сериал. Еще раз его пересматривать, я думаю, нет смысла. Наш с тобой любимый фильм. Ну, сериал. Нет, я не люблю эйфорию, как бы, я смотрела, да, пару серий. Не зашел мне, в общем-то, этот сериал, поэтому нет, это не наш любимый фильм. Интересный стикер. Хорошо, отправлю какой-нибудь стикер в ответ. И пройдемся тогда по вопросам для этого фейка немножечко. Попроверяем его. А скажи мне, сможешь ли ты ответить на несколько вопросов? Чтобы я тебе точно поверила, напишу. Пишет, конечно, сестренка. Отправь кружок. Прикиньте, если я сейчас попрошу отправить кружок, и мне отправят кружок совершенно другой, или вообще его не отправят. Это первое. Напишу. А второе. Когда у тебя день рождения? Сейчас мы еще разочек удостоверимся, да, как бы. У меня камера разбилась. Не могу кружок отправить. Просто прекрасно. У Полины целый новый прекрасный телефон. И никакой разбитой камеры у нее нет. Ну, ладно, я включу дурочку, отправлю грустный стикер. 17 января почти угадала, кстати. Девчонка, видимо, просто реально подписчица, потому что я говорила, что у Полины 17 числа день рождения в одном из роликов, или снимала видосы. Но у Полины не в январе день рождения, а в декабре, то есть через два месяца. 17 января, ты что, не помнишь? Помню, помню, напишу. Беру свои слова назад. На самом деле, я не просто так тебе написала. Интересно, а что случилось? Мне нужно было тебе кое в чем признаться. Очень интересно, в чем же нам тут хочет признаться Полина? Только не рассказывай маме, пообещай. Обещаю. Какой угар, ребят, чем я сейчас занимаюсь? Ну, это, конечно, да. И как мне на это реагировать сейчас? Типа, это что? Две полоски, тест на беременность? Ну, это слишком банально, ребят, вам так не кажется? Типа, во-первых, палец не Полинин. Ну, это какая-то херь. Но у меня внутри тревожность поднялась, ребят. Типа, как будто бы я реально переписываюсь, вижу Полина Аракелян, вижу тест на беременность. Давайте реально включим просто дурачков с вами, немножечко поугараем. Я залетела. Боже мой, просто прекрасное сообщение. Вот не забеременела, не теперь жду ребенка, а залетела. Вот прекрасно. Полина бы именно так мне и написала. Что напишу? Не может быть. От кого напишу? У тебя было? И смайлик 18 плюс поставлю. Много кандидатов. Господи, какой кошмар. За кого мою сестру просто выставляют этот фейк? Прикиньте, ребят, а я вообще, когда раньше снимала переписки с фейками в инсте, я помню, создавалось огромное количество просто инстаграмов. Вы мне писали, мои подписчики говорили, это ты, нам такой бред пишут, на деньги разводят. Я вообще тогда, но очень долгое время переписки перестала снимать. Я не верю, что это ты напишу. Тогда давай так. Я тебе задам вопросы, а ты должна будешь угадать. Это я сейчас. Блин, слушайте, я фотку, я не знаю, куда Полина эту выкладывала. Вот это у меня сейчас, конечно, шок. Итак, пока от меня ждет ответ фейк, я перешлю настоящей Полине эту фотографию и спрошу, куда она ее выкладывала. Итак, чтобы вы понимали, вот мы с ней переписывались недавно, да, как бы не буду говорить, что было в переписке. Я ей записывала голосовые, касаемо одного интересного события, которое у нас произошло. Ну и, собственно, еще ей звонила и спрашивала про фейк. Привет, Карин. Это что, Полина мне пишет? Твоя фотка. Я ей напишу. Куда ты ее выкладывала? Это с ТГ канала старого. А, ну все. Чем занято? Эйфорию решили пересмотреть. Блядь, ребята, прикиньте. И что мне теперь думать? Давайте, знаете, как поступим? Зададим вопрос про меня. Что мы вчера с тобой обсуждали по телефону? Я спрошу у фейка. Очень интересный вопрос, потому что мы, когда с Полиной созваниваемся, мы обсуждаем все подряд. То есть мы и фейка обсудили, который мне писал, ну и, собственно, другие всякие. Моего парня. Ага. Мы это обсудили, как бы, да? Блин, Полина, мне кажется, угорает надо мной. Ну ладно, тут просто, мне кажется, совпадение. Такого быть не может, что Полина сейчас сидит от нихер делать с другого аккаунта, с мной переписывается. А зададим вопрос, на который ответ знаю только я. Спрошу имя парня, который мне сейчас симпатичен. То есть я Полине еще не говорила, как бы я только пару дней назад поняла, да, что мне этот мужчина симпатичен. Ваня. Нет, все, отлично. Ваня. Такого имени нету, к счастью, среди тех парней, которые мне симпатичны. Хорошо, следующий вопрос. Мое любимое блюдо. Макароны с сыром. Ну нет, макароны с сыром я любила раньше, когда еще мне фейки писали, чтобы вы понимали, да, тогда, когда я макароны с сыром каждый день ела. Сейчас, мне кажется, мое любимое блюдо это уже какие-нибудь хинкали. Может быть, шашлычок какой-нибудь из индейки. Шавуха. Вот такое я люблю уже. Макароны с сыром. Это база, это, понятное дело, что любят большинство. Или же шаурма какая-нибудь, пицца. Ну, блядь, это, ребят, вообще угар какой-то. Так, такое ощущение просто, что меня сейчас подслушивают, и все. Но у меня реально слов нету никаких. Так, мне пишут все. Не буду я больше на твои вопросы отвечать. Ну, понятное дело, да, как бы тут понятно уже, что я начала думать просто над вопросами. Я бы сейчас что-нибудь бы интересное придумала. Ты что, не веришь, что это мой второй аккаунт? Ну, если честно, не очень. Расскажи о своих страхах и о моих секретах. Мне отправили видео Полинина, которое Полина точно выкладывала в сторис, как я помню. Посмотрим его. Да, этот видос Полина выкладывала. И тут мне пишут. Это я сегодня сняла видос, как тебе? Блин, что бы мне на это сказать-то? Тебе нравится Ваня, и вчера ты была в клубе. Прекрасные мои секреты, конечно, просто замечательные. Нет, я не была с Ваней. Я тебе не верю. Я боюсь темноты. У Полины гораздо больше страхов, если честно. Раньше я боялась забеременеть. Ого. Полина не боялась забеременеть. Полина боится сейчас просто познакомиться для начала с каким-то не тем человеком. Давайте с этого начнем. И на этом мы закончим. Расскажи про наше детство. Что ты любила больше всего? И я что любила? Ой, мы с тобой очень дружные были. Мы любили с тобой гулять, ездить к бабушке. Любили танцевать и петь. Слушайте, во-первых, мы с Полиной не пели. Видео в YouTube, да, мы снимали. Тут пришло сообщение. Танцевали мы редко достаточно. К бабушке мы ездили раздельно. И гулять, да, мы любили гулять. Но мы были не особо дружные. Давайте вот так вот я вам скажу. Потому что все-таки я любила доводить Полину в детстве. Это тот факт, о котором Полина знает. И если бы это реально была она, она бы сейчас об этом прямо написала. А доводила я тебе часто? Давайте спросим вот так. Карин бабуля тебе привет передает, кстати. А, у нас же фейк сейчас у бабушки находится. Бабушка у нас в другом городе. Что-то несостыковка, да? И мне тут бабушка привет передает. У которой, кстати, сегодня день рождения. Я ее по видеосвязи поздравляла. И она мне уже говорила привет. Нет, ты была лучшей сестрой с самого детства. Поставлю-ка я ей смайлик за такую правдивую информацию. Даже если доводила, то я все равно была лучшей сестрой. Пожалуй, с этим соглашусь. Так как я твоя сестра, она пишет. Я знаю многое о тебе. И плохого, и хорошего. Ну да, это факт. Как бы все сестры и братья знают друг о друге. И хорошее, и плохое. Прямо сейчас переведи мне... А, ну все. По старой схеме, короче. Переведи мне 10 тысяч на карточку, или же я солью про тебя такую информацию, которую ты бы не хотела, чтобы кто-то знал. Все твои секреты. Вы же понимаете, да, прекрасно, что переводить я сейчас ничего не буду, как это я делала раньше. Переводила деньги, да, и все равно мне показывали какую-то херню. Ну, давайте так. Давайте мы напишем... Блин, я же тебе вчера говорила, Полина, что у меня на карте всего 5 тысяч. Это первое. Второе. Сливай. А что сольешь, спросим? Есть какие-то мои фото? Есть фото, где ты пьешь алкоголь. А выше написала. Мне пофиг. И есть фото 18+. Интересно, какие фотографии нам сейчас покажут фейк. Потому что я бы не сказала, что много фотографий 18+. У всех свои понятия, как бы, да, вы прекрасно понимаете. Есть те, которые считают, что фотография, где чуть-чуть видно разрез груди, это 18+. А есть те, которые обнаженные фотографии за 18+, не считают. Вот такая вот прекрасная фотография мне пришла. Это фотка с тренером, с которым я работаю. Как бы, да, с Данилом. И чтобы вы понимали, это не 18+, фотография. Это фотография очень крутая. Очень крутая съемка у меня была. И, кстати, ребят, у меня в Инстаграме очень много крутых публикаций. И вы можете обратить внимание, например, вот на эту фотографию сейчас. Для фейка это фотография 18+. Шикарно просто. Ну, замечательно. О, нет! Напишу. Подписывайтесь на мой Инстаграм. И, кстати, уже некоторые смайлики я спрятала. Надеюсь, что вы их нашли. И не забудьте отправить мне в директ. Ты тут без лифчика, пишет Капсом. Ребят, посмотрите на эту фотку. Это тоже фотография с моего Инстаграма. И, типа, мне тут фейк пишет. Ты тут без лифчика. Ну да, я без лифчика. Это что, плохо? Я что, тут грудь? Показываю всем. Жду деньги тогда, пишет. Давайте, ладно, уже приколимся. Пусть фейк раз возомнил из себя уже какого-то доминанта. Давайте я просто отправлю кружочек прямо сейчас, да? Отправлю, покажу камеру, покажу вас. Ну что, дорогая моя? Мне очень интересно посмотреть, какие сливы у тебя есть на меня еще. И, как бы, вот такая красота здесь происходит. Как ты видишь, я снимаю интересного характера видос. Так что ты можешь слить прямо сейчас. У тебя есть прекрасная возможность показать всей аудитории сливы на меня. И мне, пока я записывала кружок, который сразу же фейк прочитал, написали. Много еще всего. Еще хуже скидовые деньги или твоей репутации конец. Ну вот посмотрим на реакцию сейчас, что нам напишут. Итак, фейк у нас что-то печатает уже очень долго. И если честно, ребят, я уже как-то заколебалась с ним переписываться. Понятное дело, что никому деньги я сейчас переводить не буду. Если выложишь это видео, я солью самое ужасное. Сейчас покажу тебе. И фейк пропал. Просто вышел из сети. Переписка и так получилась интересная. О, господи, какой кошмар. Ребят, мне прислали фотографию, которую я точно здесь не покажу. Это просто фотка, которая вызывает у меня кринж и одновременно стыд. Давайте так, я выложу эту фотографию в свой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Я уже поняла, да, что фейк у нас очень интересный. Ответил на половину вопросов неверно, да, как бы нормально поддержать диалог тоже не смог. Но эта фотография, это, конечно, что-то с чем-то. Ее я показывать не готова, поэтому отправляйте мне, дорогие мои смайлики. Эту фотку я прямо сейчас удалю. Но запись экрана есть. Если что, в своем инстаграме я покажу вам эту фотографию. Я покажу вам все после выхода этого ролика. Обязательно переходите по ссылочке ниже, потому что здесь я не готова эту фотку показывать, к большому сожалению. Ну или, может быть, к счастью. В общем, все ссылочки на свои социальные сети я оставляю внизу. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы возьмем и удалим диалог просто. Я после этой фотографии не хочу даже переписываться. И хочу, дорогие мои, подвести итоги этой переписки. Конечно, я очень расстроена, что фейк отправил эту фотографию. Я вообще как бы не хотела, чтобы она мелькала. И благо, я ее здесь не покажу. Но чтобы вы не думали, что я снимаю там, не знаю, какую-то постанову, я обязательно покажу эту фотографию у себя в аккаунте инстаграма. Не забывайте про эмодзи, которые я спрятала для вас в этом ролике. Ну что, дорогие мои, переписка получилась очень интересного такого характера. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Это в любом случае был такой развлекательный видосик. Пишите ваши догадки в комментариях, как вы думаете, что это был за фейк. Кто скрывался за моей якобы сестрой, которая оказалась беременна. Вообще, какой бред. Очень вас прошу, не создавайте, пожалуйста, вот эти вот всякие фейковые аккаунты. Потому что, ну, их и так дофига. Ради того, чтобы попасть в мой ролик, этого делать не надо. Я вас очень прошу, вот, потому что уже есть несколько вариантов. И если я надумаю снимать переписки, посмотрю, естественно, на вашу активность, то я это сделаю без фейков, пожалуйста. Они не нужны. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до самого конца. Не забывайте про эмодзи, которые я спрятала. И на моей соцсети подписочку оформить не забудьте. Все ссылочки в описании. Подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик. С вами была Карина Аркелян. Я побежала готовить шашлык вместе с папой и мамой. Вкусно обедать и гулять на природе. Если хотите больше влогов, влогов с дачи, влогов про переезд и больше подвижных роликов, тоже пишите об этом ниже в комментариях. И я жду вас в других социальных сетях. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!